здарова народ как дела в этом видео я вам расскажу про танк который для меня является настоящим чифтейном многие наверное усыкаются по распиаренному чифтейн у который можно было получить на гк нам не честно говоря его пушка раздражает да и броня на самом деле она есть но она пробивается особенно галдой а вот броня объекта 260 меня радует намного больше и на мой взгляд орудия тоже в разы лучше она точнее но стабилизирование она имеет лучше пробить аккумулем аккумулятивы мне больше нравятся поскольку эти подкалиберы честно говоря в основном негатив исходит в основном от них не могу припомнить танк на подкалиберах который прям доставлял мне удовольствие только если у него бэбэшки нормальные чтобы подкалиберами стрелять пореже а вот когда хорошее пробитие на кумулятиве это всегда круто он крайне редко рикошетит он очень хорошо пробивает им реально приятно стрелять на ближней средней дистанции да чаще всего он медленно летит но вдаль тоже можно попасть с него или же стрелять бэбэшками единственно что бесит в кумулях это то что они сбивают деревянные столбики и дальше лететь не собираются а я тот еще любитель пострелять по деревянным палкам плюс еще у объекта 260 нереально много брони поговорим про башню да у башни есть лючок лючок довольно таки тонкий и по толщине брони тонкий и по размеру тонкий пока в коллижен модель не заглянешь ты не узнаешь у 260 вообще есть лючок поскольку в бою даже прицелом тяжело нащупать этот лючок броня во лбу башни минимум 350 кто пробьет эту броню и это минимум а там и по 400 по 380 и по 500 что это вообще за броня такая и и просто никто не пробьет вообще я не знаю как должно повести и с каким пробитием чтобы кто-то пробил 260 в башню это разве что какая-то pt-10 голдой должна попасть в 350 миллиметров и ей еще должно повести с пробитием это таких зон там не так уж много броня в башне реально бешеная вот это я понимаю чифтейн вот и получается что точное стабилизированное орудие с приятным кумулятивом и бешеной бронированной башней это просто шедевр это наверное одно из самых приятных сочетаний которые можно найти в игре ты просто выезжаешь из-за укрытия показываешь врагам свою бронированную башню и можешь очень быстро начать вести огонь по врагам поскольку стабилизация классно точность классно пробития очень много кумулем это просто превосходно это выглядит в разы сильнее чем какой-то там чифтейн единственный минус во всей этой конструкции это увы на минус 6 градусов минус 6 действительно немного и порою их не хватает но если тут еще и орудие опускалась я уже не знаю да это просто было бы незаконно танк и так очень сильный он довольно таки быстро едет вперед у него даже в лд бронированный это щучий нос где приведен ки если стоять ровно примерно 300 даже в нлд примерно 250 приведен ки и даже борт бронированный там есть фальшборд там просто многослойная какая-то броня которая реально танкует единственно что там есть какая-то щель между гусеницами фальшбордами в которой брони поменьше но и и так много везде даже если танковать обратным ромбом то в скосах которые находятся сзади на корме там тоже есть броня ее тоже много то есть танк визуально даже казалось бы в уязвимых местах тоже бронированный поскольку другие танки в этих местах пробиваются легко там в разы меньше брони у этого танка даже во всяких щеках скосах в щучьем носе у него везде много брони что угодно делай он просто бронированный до против голды брони уже не хватит но если спрятать корпус то башня вообще не пробиваемая даже голдой да там есть лючок кто в рандоме вообще его визуально видел этот лючок такое ощущение что это просто шлепок какой-то его даже найти там тяжело этот лючок да может быть если впритык остановиться на одном месте и долго стоять кто-то его там нащупает но это практически нереально и вот этот танк на мой взгляд ну в разы прикольнее чифтейна в разы комфортнее тут тоже не маленькая альфа 440 на земле не валяется 260 основным снарядом пробития 340 кумулем 035 точность 2 и 2 сведения это шикарное орудие это шикарная броня это великолепный танк вот этот танк я реально уважаю он прям создан для меня в нем только два минуса это то что он может загореться в лоб помню на харькове как-то играл и меня в правую щеку в лд два раза подряд подожгли вот это было весело поэтому пожаротушение в помощь и 6 градусов у вены но если знать позиции понимать где на карте ты можешь играть если просто накатать на этом танке много боев то в принципе на каждой карте приспособишься как-то там играть с рельефом и этих 6 градусов будет хватать поскольку в некоторых ситуациях этот танк он просто за тебя все делает сам ты можешь просто в стандартную позицию приехать в самую простейшую и никто тебе ничего не сделает в стандартном обычном бою на нормальные позиции тяжелых танков да может не на всех картах будет играться удобно да где-то можно ошибиться но есть бои и они сто процентов будут где на 260 а можно отдохнуть кайфануть и реально почувствовать тотальное превосходство никто тебе ничего не сделает абсолютно но почему-то все говорят про тифтейн 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 меня бесит этот чифтейн с его всратыми подкалиберами да он тоже едет да он тоже бронированный как по мне и башня у чифтейна хуже поскольку там с левой стороны такая выемка где брони 330 340 до вся остальная башня тоже очень толстая как и у 260 но лючок чуть больше в плане лючка 260 и лучше в лд нлд у чифтейна тоже тоньше борт в принципе тоже бронированный но толщина там как-то поменьше максималка у чифтейна меньше удельная мощность меньше мой чифтейн это объект 260 вот принципе все мне он нравится больше да у чифтейна основным снарядом на 10 пробития больше 270 но голдой в разы меньше 322 единственное в чем реальное преимущество чифтейна это орудие опускается на 10 градусов все на мой взгляд больше реально их преимуществ нет вообще по орудию мне чифтейн не нравится 260 очень нравится броня во лбу башни тоже у 260 на мой взгляд лучше скоростью 260 тоже лучше да он единственно что поворачиваться неохотно и броня в корпусе мне тоже больше нравится я жарю единственно это только то что увы и нам меньше все мне кажется для людей которые не любят чересчур потеть в картошку 260 в разы легче и удобнее и приятнее но при этом планка на 3 отметки у 260 5000 а у чифтейна 6 так сильно 10 градусов у венов решает или может быть просто 260 недооцененный недопиаренный танк а на самом деле все просто на вкус и цвет все 260 разные с вами был арчи карате красиво всем пока и 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 здесь и и и и Субтитры сделал DimaTorzok